здравствуйте уважаемые соотечественники сегодня я хочу проинформировать что в нашей стране будут опять какие-то большие изменения и эти испытания будут первую очередь для режима и испытание для нашего народа которые конце концов должен проявить волю мы должны объединиться и добиться того что мы должны добиться именно смены политического режима султан назарбаева сегодня такая объявил о том что 10 января будущего года состоятся парламентские выборы но вы понимаете что дата 10 января назначена не случайно это обычно после нового года идет череда отпусков и так далее в это время люди пассивные и этот день удобный для власти чтобы провести максимальные действия по фальсификации итогов выборов ясно что на выборы люди будут ходить только под принуждением и все это говорит о том что власть не меняется и не изменится она будет положать свои преступные действия я чуть позже не сегодня изложу наши позиции видения как нам нужно действовать но вот собственно сегодняшнее объявление со стороны такая в о том что парламентские выборы состоятся 10 января и мы понимаем каким образом они будут происходить я надеюсь для многих это станет подтверждением того что при этом режиме ждать перемен бессмысленно я знаю что миллионы людей на всех уровнях хотят перемен это касается в том числе и государственных служащих это касается самого ближайшего окружения на разных уровнях в сфере государственной системы управления они тоже хотят перемен хотят перемен бизнесмен их хотят перемен пенсионеры все хотят перемен потому что всем эта власть уже смертельно надоело ну и единственный инструмент у этой власти для того чтобы продолжать удерживать режим назарбаева репрессии ну собственно вы видите в белоруссии когда сотни тысяч выходят на улице они не останавливаются протест только нарастает нарастает выходят уже сейчас пенсионеры до этого ходили инвалиды забастовки и протест нарастает нарастает и сегодня лукашенко заявил что 25 октября он пресечет все эти действия дипа устал терпеть и так далее да хотя вы видите что там кроме того что идут репрессии никаких серьезных изменений нет но и очевидно что народ белоруссии вынужден будут будет уже действовать более решительно отвечать на агрессивные действия со стороны белорусских силовых служб это неизбежно теперь давайте мы понимая что этот режим способен на только одно действие это репрессии чтобы удержать далее свою власть давайте мы поймем что нам нужно делать для того чтобы конце концов добиться перемен я хотел бы сейчас в этой связи проинформировать что правозащитная группа веритас объявила о том что организует сбор денежных средств поддержку политически преследуемых и политических заключенных список их достаточно широкий только буквально после 25 сентября около пяти человек попали под прямые репрессии и каток репрессии со стороны режима не останавливается режим сейчас понимает что глобальные мировые тренды выстраиваться дни в их пользу а именно авторитарные режимы падают они попадают под санкции сейчас европа объявила о своих санкции относительно лукашенко до этого санкции были подвергнуты 40 человек его из его ближайшего окружения европа же объявила о санкциях против ближайшего окружения путина это работники руководители федеральной службы безопасности и другие руководители то есть уже очевидно что сильнейшие страны мира соединенных штатах америке и европа они разворачивают санкционный режим чтобы наказать те кто уже нарушает режим нарушает права человека если раньше эти страны терпеливо относились и реагировали только на акты прямой агрессии то сейчас вы видите ситуация меняется и также она изменится относительно казахстана вот сейчас двадцать четыре европейских депутата выразили свое негативное отношение тому что власть казахстана закручивает виток репрессии против гражданских активистов вина которых только состояла в том что они исполняли свои гражданские права они выходили на митинги или какие-то акции или просто участвовали поминальном дне на оси у дулата гадилла в талабкере то есть мы сейчас видим что режим преследует людей за то что не должен не может преследовать нарушение законов нашей страны притом закона подписаны лично назарбаев что делать режим цель режима запугать общество и конечно же как в любом обществе всегда есть активные граждане которые не говорят себе что я не могу протестовать против этого режима они не говорят себя что себе что мы боимся у нас есть работа у меня семья у меня кредиты они действуют так как например сейчас сотни тысяч граждан беларуси и выходит несмотря ни на что разве у них нет кредитов разве им не страшно разве у них не будет проблем силовиками нет они идут и выходят сотнями тысяч и таким образом себя же защищает и открывает новые возможности для того чтобы их страна изменилась и жизнь эти граждан тоже изменилась и не только их но и граждан всей страны и наши активисты ведут себя аналогичным образом другое дело что их не сотни тысяч как белоруссии но очень важно что они это делают и очень важно что с каждым днем число таких активистов только нарастает и понимая что таких активистов становится все больше и больше режим хочет запугать задавить этих активистов чтобы другим было неповадно чтобы никто не действовал и не критиковал режим и организовывал митинги не добивался смены этого воровского политического режима что должны сделать мы уважаемые друзья я хочу поддержать инициативу правозащитной группы веритас они объявили сбор денежных средств гуманитарной помощи одежды и так далее поддержку политически преследуемых и политически заключенных это очень важно все равно число активистов которые будут выступать против режима нарастает и он будет только увеличиваться и очень важно чтобы таких людей стало десятки тысяч но что для этого нужно им нужна поддержка со всего гражданского общества я знаю многие из вас боятся и находят разные аргументы почему они не вливаются в ряды публичных противников режима это все можно принять и в этой связи конечно же я считаю что мы добьемся перемен только тогда когда каждый из нас сделать свой вклад вклад по смене этого воровского режима сейчас нам очень важно поддержать наших политических заключенных политических преследуемых они должны знать что когда они сидят в тюрьме за нашу и нашу свободу за будущее нашей страны общество их поддерживает поддержит их семьи поддерживать материально и поддерживает морально и сейчас веритас объявила компания по сбору средств и я хочу заявить что мы поддерживаем эту инициативу поддерживаем что наших активистов надо безусловно поддерживать поддерживать их семьи и это знаете как в альпинизме когда люди преодолевают очень сложный маршрут то маршрут можно преодолеть когда есть взаимная поддержка взаимная выручка и плакат который был сегодня выпущен он ты показывает что мы все друг другом привязаны мы помогаем друг другу и так мы преодолеваем трудности сейчас наша задача сломать этот воровской политический режим нурсултана назарбаева а это возможно только тогда когда все мы вместе окажем поддержку нашим активистам мы окажем поддержку друг другу пусть это будет 500 тенге 100 тенге тысяч тенге пусть это будет минимальная помощь пусть это будет просто пост просто пусть это будет доброе слово разным путем я считаю что необходимо поддержать политических заключенных и политических преследуем когда нас будет таких десятки тысяч и сотни тысяч мы безусловно добьемся успеха этот режим сейчас борется с сопротивлением используя ваши средства ваши налоговые платежи они управляют бюджетом страны финансируют силовые службы и они занимаются репрессиями обратите внимание что произошло в астане в астане группа волонтеров веритас пришли организовывать сбор совет около памяти кенисары хана на набережной и против пяти женщин и одного ребенка этот режим бросил свыше ста полицейских обратить внимание один из начальников этой полицейской службы вырвал у ребенка шестилетнего у девочки которая рисовала рисунки поддержку политзаключенных чтобы эти рисунки были там проданы на аукционе и денежные средства пошли на поддержку семей политзаключенных и у этой девочки полицейский вырывает ее рисунки рвет на части представляете какая дерзость и наглость какая наглость когда этот полицейский ощущает свою безнаказанность он попирает все нормы морали он унижает наше общество он считает что ему все позволено это все он делает при поддержке этого режима но султан назарбаева который направляет чтобы такого рода люди издевались над волонтерами над теми которые выполняет очень важный долг долг перед теми кто сидит тюрьме тюрьме кого преследует долг перед теми людьми которые думают о будущем нашей страны я уверен что этот поступок полицейского не останется безнаказанным мы его фотографии выставили и сейчас я хочу сказать этому полицейскому что его фамилия имя распространено различных международных правозащитных организациях и безусловно реакции за рубежа будет и этот человек просто попадает санкционный список автоматически более того я сразу хочу заявить что как только мы сменим режим но султан назарбаева безусловно будут наказаны разные люди список около 200 человек я озвучивал и этот один из руководителей местные полицейские службы безусловно будет в этом списке безусловно и такие люди будут наказаны за нагло и нарушение законов за издевательство над детьми над издевательством над человеческими чувствами нашими человеческими чувствами которые нормальные и мы хотим помочь этим политическим заключенным поэтому уважаемые друзья мы понимаем что этот режим использует наши же средства миллиарды для того чтобы задавить нашу свободу задавить наши права и конечно же мы этому должны противостоять мы должны противостоять организационно мы должны объединиться мы должны взаимно друг друга поддерживать и мы должны финансировать финансировать эти враги народа они финансируются из бюджета нашими же деньгами они давят народ запугивает репрессирует и мы должны адекватно им противостоять другого способа нет и первую очередь наша задача поддержать активистов их семьи наша задача чтобы ряды таких активистов стремительно росли наша задача чтобы таких людей становилось десятки тысяч и в этом случае режим будет как минимум сначала пятница назад а затем мы добьемся смены режима иначе как получается в их руках ресурсы они оплачивают силы полиции у них автозаки у них дубинки и так далее и они прикрываясь законами оказывают давление на наших людей и думают что все это будет безнаказанно нет мы должны им противостоять мы должны поддержать наших активистов и я обращаюсь к вам с просьбой поддержать инициативу правозащитной группы веритас поддержать семьи активистов если нас десятки тысяч сотни тысяч и миллионы миллиона тех кто хочет перемен я уверен что многие из вас без проблем могут просто перечислить в адрес этих преследуемых хотя бы 500 тенге это будет серьезной поддержкой потому что эти активисты теряют работу их преследует им нужны адвокаты и нужно защищаться и нужно объединяться нужно содержать свои семьи тех ситуациях когда они проявили волю не бояться режима а многие из вас не готовы на такие действия я считаю очень важным оказать хотя бы минимальную поддержку чтобы в итоге добиться чтобы этот режим пал поэтому уважаемые друзья я обращаюсь к вам с призывом поддержать инициативу правозащитной группы веритас оказать поддержку политически преследуемым политическим заключенным я уверен что именно поддержка народа приведет победе над этим режимом дултана назарбаева аллахаса стану